Мусорные войны. Скандальная история с закрытием полигона Кучина в Балашихе продолжает набирать обороты. Глава округа Евгений Жирков ушел в отставку по собственному желанию. А что касается вывоза мусора, то, как известно, часть бытовых отходов предложили свозить на Торбеевский полигон. Как к этому отнеслись местные жители и руководство предприятия, в ситуации разбиралась наша съемочная группа. Мы находимся в тяжелой ситуации, просто невыносимой. В черте города, всего 200 метров от жилых кварталов, детских садов и поликлиник, а также 20 километров от Кремля, находится огромная свалка, самая большая в Московской области. Во время прямой линии президент Владимир Путин пообещал немедленно разобраться с этим вопросом. На совещании с членами правительства он дал поручение. В течение месяца полигон Кучина должны закрыть. Самым оперативным образом нужно решить вопрос о том, откуда будут складироваться где-то в другом месте, вдали от мест проживания, постоянного проживания людей. Одним из таких мест, куда предложили распределять мусор, оказался полигон Торбеева в городском округе Люберцы. Только вот расположен он, не совсем вдали от людей. Но всё равно здесь много очень народа живёт. Где-то убыло, где-то прибыло. Так не бывает. Если туда тоннами возили, куда-то это денется ведь. Здесь такие же люди живут. Это решили проблему. Это спрятали проблему, они решили. С такой идеей не согласны не только местные жители, но и руководство полигона. Принимать дополнительный объём бутовых отходов невозможно за счёт загруженности предприятия. Сюда привозят мусор не только со всего городского округа Люберцы, но и из соседних районов. На протяжении ряда лет полигон Торбеева принимал порядка 250 тысяч тонн отходов в год. В 2016 году в связи с перераспределением потоков с полигона Кулаковский в Люберце было завезено 370 тысяч тонн отходов. С 2017 по 2019 годы Торбеева будет принимать 400 тысяч тонн отходов в год. Цифра эта согласована была с министерством в результате целых ряда переговоров. Могу сказать определённо, что на сегодняшний день мы принять отходы, которые шли на полигон Кучино, не в состоянии, не можем. Для того, чтобы взять дополнительную нагрузку, необходимо увеличить площадь приёма отходов, количество спецтехники, а также запасы грунта. На сегодняшний день у руководства полигона таких возможностей нет. Речь идёт о десятках миллионах рублей. Если часть потоков Кучино пойдёт сюда, ну что, полигон просто прекратит нормально функционировать в соответствии с технологией, которая должна соблюдаться на полигоне. Площадь Торбеевского полигона – 25 гектаров. По своим размерам он в четыре раза меньше Кучинской свалки. По словам руководителей, со своим привычным объёмом работы предприятие справляется вполне успешно. «Сортировочный комплекс загружен полностью. То есть привозимых отходов на полигон поступает даже больше, чем можно переработать на сортировочном комплексе. Поэтому дополнительных отходов мы, конечно, принять не сможем». Жители соседних деревень и посёлка, в свою очередь, бьют тревогу. В интернете периодически появляются сообщения с призывами. Мусор из соседних районов Люберцы свозиться не должен. Единственным выходом власти видят строительство мусоросжигательных заводов. В 2019 году они появятся в Нарафаминском, Солнечногорском, Ногинском и Воскресенском районах. Луиза Игязаря, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.